Выступление, взятое для данного ролика, было сделано в 2013 году за 4 года до смерти сатирика Михаила Задорнова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меня попросили прокомментировать и Задорнова Михаила, его выступление о Прощенном Воскресении. Он кощунствует, кривляется. Я решил рассказать, попутно расскажите, в чем он не прав. Да ни в чем он не прав. В таком возрасте продолжает кривляться. Смехотворствует. Это не просто смехотворство, а смехащество. Он глумится над самым святым, над днем прощения. Прощенный день. Боже мой, сегодня же Прощенное Воскресение. Чуть не прозевал. 11 минут осталось до конца дня, а я еще никого не простил. Прощенный день. Когда люди просят прощения друг у друга, и он думает, как рассмешить. И вот там в 12-ти один нерусский врач, хирург, москвич, и он говорит, что у вас за мода. Он говорит, с такой жестикуляцией силы. Авария поезда завалится. Га-га-га-га-га-га, хохочете. Лодка затонула, опять га-га-га-га-га. Вы все время гогочите и гогочите. Просто надо фильм посмотреть. Я не могу так показать. Это даже... Ну, надо видеть просто где-то. И здесь он занимается не смехотворством, а смехачеством. Смехачество, оно свойственно отдельным нациям. Одной нации особенно. Над всем святым они смеются. Так что за дворному есть над чем задуматься. За дворному, не взорву. Откуда это у них происхождение? Исход 20 глава 7 стих. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Об этом же написано в Тарзаконе 5.11. Я указываю точный глава стих. А для чего это говорите? То, что задворнов непрерывно... Ох, Господи! Ох, Господи! Он именем Господа играет. Так, Боже мой, Боже мой, остается уже 9 минут, а очередь на прощение только растет. Короче, быстрее. Я даю стопроцентную гарантию, он будет наказан согласно этого слова. Без наказания Бог не оставит. Ни в этой жизни, ни в будущей. Лишит разума. До туалета не дойдешь. Это Писание говорит так. Ефесянам 5.4. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Над чем он смеется? Над собой, господа, смеетесь? Как один персонаж сказал. Притча 23 стих. Честь для человека отстать от ссоры. А всякий глупец. Задорин. Вот, может, откуда и фамилия Задорный. Задорин ни разу не употребляется в положительном смысле. Вы не думайте, что вот я это говорю, просто с чего-то беру. Фамилии, когда давались, то давались они так. Попов, сын Попа. Мария, одна вдова Марин. Вдова, вдовин. Ну, с чего-то она, протопопов. Если человек был очень суровый, значит, фамилия Суворов происходит. У нас здесь был священник, отец Михаил Погиблов. Это говорящая фамилия. Вот я гляжу, не взором, что такое. То есть, это признак слепоты. Нет правильного взора. Правильно не может смотреть. А бог бы там, ассимиляция звука бы-то может быть. Серахов 34,6. Но в книге 33,6. Насмешливый друг, тоже, что ярый конь, который под всяким седоком ржет. А ему разницы нет, Задорнова, перед кем кривляться. Как Райкину. Очень хорошо говорит Жириновский, Владимир Вольфович. Тогда он спорит, там, ну, как бы укорачивает Аллу Борисовну Пугачеву. И говорит, перед кем-то и кого не были, под кого не ложились все певички. Перечисляет всех правителей-то. Так этот, под всяким седоком ржет. А завтра будет другое. Ему какая разница-то. Вертинский везде поет. Серахов 22,23. Глупый в смехе возвышает голос свой. А муж благоразумный едва тихо улыбнется. И вот в зале сидят как хочет. О, как много таких же, судя по реакции. Интересно, Господи, я что, и его рожу поцеловать должен? Они еще не знают, что ждет их. За такой смех над святым. Словом примирения. Нам так в стране не хватает. И кривляка, паяц какой-то, шут гороховый, стоит и высмеивает, когда люди готовятся, подготавливаются к Пасхе Христовой. Прощенная. У всех врагов просят прощения. Он стоит и издевается. И теща, и враги, и милиция. Что только может все собирать. У него задача прокормиться за счет этого смехащества. Если бы вы не ходили, не платили, он бы с голоду сдох. Златоуз говорит, за то, что вы платите этим паяцам, вы будете отвечать. Но никто не платите. И цирки все закрылись. Кто будет-то? Вы их подкармливаете, этих негодяев. Это Златоуз говорит. Сирахов 28.13. Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Но как же это не грех? Над Прощенным Воскресением издевается. Прощенное Воскресение. Кто сможет, передайте ему, что я ему говорю. Он не знает. Он ни Писание совершенно не знает. Низоров хотя бы иногда открывает Библию, а этот вообще ничего не знает. Просто кривляется и все. И Кристиас 2.2. О смехе сказал я глупость, а о веселье, что оно да ее делает. Соломон премудрый знал, что это глупость. А Задорнов не знает этого, хотя носит фамилию божественную. Никто, как Бог. И Кристиас 7.2.6. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха. Потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача. А сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. Это суета. И сидят там, показывают в зале, как мужчины откидывают сорты, разевают, хохочут. Они не знают, что за этим последует. Но кто на это натолкнул их? И что-то домой они понесли? Нет. Они могут только, которые памятливые, на магнатфон записали, понести вот эту отраву другим. Над чем смеетесь? Над примирением. Лука 6, 25. Горе вам присыщенное ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Вот эту фразу Евангелия Туки 6, 25. Почему никто не сказал? Вышел бы и сказал вслед за его выступлением. И пусть бы они теперь с этой нагрузкой пошли домой. Яков 4, 9. Сокрушайтесь. Плачьте и рыдайте. Смех важный обратится в плач, и радость в печаль. Тут страна погибает и исчезает нация, а они, кривляки, жируют на безумие людей, усыпляют их безумными словами и смехом. Серахов 29, 3. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. Как примириться надо? Раз и навсегда и не вспоминать. А не так, что я прощаю, но смотреть на него не могу. Простился и обнялся. Поблагодари Бога. Матфея 6, 15. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. Вот что он должен был сказать. Матфея 6, 12. И мы просим, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В другие дни не могли, тут все содействует. Темная одежда священников, заунынное пение. Все подталкивает к тому, чтобы мы попросили прощения. И вдруг человек против этого течения, общего примирения встает. Какое ему название, этому человеку? Иоанн Ватауз говорит так. Если родители не воспитывают детей, то они хуже убийц. Не учат боговедению. Ибо разбойник убивает только тело. А родители, которые не научили детей верить в Бога, убили бессмертную душу. И вот эти задорного, они развращают всех людей сегодня. В стране такая огромная беда, ни сегодня, ни завтра ничего не останется. Выброшили будут люди из домов, как в Израиле это было. Всегда надмивались. Мы новый Израиль. Мы новый Израиль. Русские новые Израиль. Сами себе приняли это. Мы пятый там удел Божьей Матери. Ну хорошо. Начитайте книгу Ветхий Завет. Что было с Израилем? Бог рассеял. Но еврейский народ устоял. Русским не устоять. Не за что взять. Все гнилое. Тут у нас была еврейка. Она у нас была не в общине, а просто приходила. Она говорит, вы видели? Вот я сейчас шла, лежит мужчина. Из-под него лужа течет на остановке. Вы видели такого еврея? Нет, не видели. А почему? Да потому что они любят своих детей. Они самому маленькому Исааку говорят, ты призван руководить миром, Гоем. А это Гои все. Он призван. Потому что на еврейской голове только от дурных людей проклятие. И в этот день мы должны бы примириться с ними и с мусульманами, со всеми. Более обширно надо смотреть на это. А как? Через покаяние просить прощения. Мы сильно виновны перед мусульманами. Сколько они потеряли через нас. Откуда поговорка вышла? Казанский сирота. Значит, захватили Казань, вырезали мужское население. Одни сироты в Казани остались. Тут же все понятно. Попросить прощения, как сектантам гнали, молокам, старообрядцев. У всех попросить. Попросить прощения. И жизнь будет совершенно другая у нас. Лука 6.21. Блажен. Блаженны плащущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плащущие ныне, ибо вы смеетесь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Опухоль головного мозга у Задорнова обнаружили в начале октября 2016 года, после чего артист сообщил о грядущем курсе химиотерапии и отмене части концертов. 22 октября юмориста госпитализировали после эпилептического припадка на сцене во время концерта. Скончался 10 ноября 2017 года в Москве.